друзья здравствуйте мы на производстве компании salmo у белковского николай михалыча николай михалыч здравствуйте добрый день здравствуйте компания сама занимается производством обороны для рыбоводства и для декоративных прудов для рыбалок и так далее платных сегодня тесный ролик мы покажем изделие 13 лет недавно стиле сколько шестнадцатилетний тринадцатого года одиннадцатого 12 лет 3 12 лет уже почти 13 лет этот аппарат работал безостановочно у нас по крайней на прудах мы используем часто причал такой же модуль вот он кстати за николай михалыч им стоит сейчас покажем крупным планом годами работают не выключается от нас 13 лет николай михалыч давайте я крупным планом покажу а вы расскажете что в итоге здесь заменили а что остается да не хочу сказать это у нас это поток поток аэратор серии поток серия т.ф. это одна из самых первых моделей она вот в одиннадцатом году была передана монастырь в владимирской области для обслуживания монастырского пруда и он сейчас приехал не столько для ремонта сколько для профилактики мы поменяли винт отмель который получил повреждения поменяли шланги корпус остался прежним крепление это вот вот этот винда он смешивает воду с воздухом и дает поток водовоздушной смеси с мелкими пузырьками обогащает воду кислородом а где вот забирается засыпается вот этим труб а вот нет руки это мы видим только фрагментами части идет смешение да здесь происходит разряжение в зоне здесь разработан специальный угол да под вот здесь инжекционная карты обработает который происходит разряжение под подсасывается воздух и вот зоне работы винта создается водовоздушная смесь и по сути дела диска в основной момент аэрации происходит потом эта смесь не поднимается вверх как допустим на форматажных системах она направляется вниз или вперед за счет этого время контакта воздуха с водой сильно увеличивается за счет этого эти аэраторы имеют более высокую производительность продуктивность ну и кроме того эти аэраторы создают течение в водоеме на горячем водоеме нет застойных зон нет участков с аэробными условиями нет гнилостного нет гниения в определенных слоях нет распределения кислорода кислородом равномерно везде везде распределен равномерно нет сертификации глубины содержание кислорода не должно зависеть сильно вот это вот наши аэраторы позволяют делать ну видно что у нее вид конечно уже такой попользованный не очень хорошо на них он хочешь хочешь что поменяли вот я так понимаю провод у нас заменен до забинетель заменили вот эти тру мотор остался без измена дура завался целый он слушал свои 13 12 лет поменяли винт старый винт тоже был работоспособны просто на нем уже были механические повреждения мы решили поменять а так по сути дела небольшая профилактика винт можно было оставить да еще но мы решили заменить да потому что раз уж менять вот за вами стоит причал поток причал от мы его часто покупаем вот смотрите друзья это вот у нас он же готов к отправке и вот он может крепится кронштейн и он может регулироваться по высоте установки тот же мотор мотор кстати российского производства корпус корпус алюминиевый корпус вы же стали делать это специально подобрать ладно вы имеете ввиду вот этот материал нет вот вот этот корпус алюминиевый это мы это конструкция долговечная конструкция долгая до достаточно долговечна это все сварка у нас есть своя мы все это делаем с вами вот эта часть это у нас воздухозабор стоит над водой подается хотя бы заходит в эту часть смеси доставлю небольшая вставочка чтобы не было шумного забора воздуха и он чем удобен он регулируется по высоте то есть мы можем его глубже поставить или выше чем удобно крепится к металлическому основанию например настила очень удобно монтируется универсальное крепление универсальное деревянным настилам и к металлическим здесь регулируется и высота погружения регулируется угол мы можем вот в этой плоскости регулировать регулируется угол наклона то есть он может подаваться вверх в зависимости от того что нужно получить и когда зимой допустим вы хотите какую-то определенную часть водоема освободить от льда вы можете просто направлять поток вот этого на воздушной смеси туда куда вам надо поэтому вы можете формировать эту майну любого размера но насколько позволяет тепло накопленное водоеме за вами стоит еще один я смотрю уже другой мотор это мотор это просто корпус они там а то нет мы и у нас линейка довольно широкая у нас и однофазные двигатели используются трехфазные и разного диаметра двигателя мы применяем некоторых случаях и интересно использовать двигатели меньшего диаметра это в итоге немножко позволяет делать его дешевле по своим потребительским качеством он абсолютно такой же как остальные модели то есть они имеют стандарт стандартные узлы один и тот же принцип работы но каждый имеет свои определенные преимущества скажем для стационарной установки без поплавков мы используем причал вот этот аппарат он компактный может иметь свой небольшой поплавок он может устанавливаться одна из таких самых бюджетных моделей он устанавливается на водоеме обычно на водоемах не очень больших в то же время вот с него стали использовать и в садковых хозяйствах где можно создать течение в садках у него единственно что нет режима фонтана для того чтобы был фонтан мы используем аэраторы другого типа смотрим минимум конструкция а вот это части чтобы его ставить на растяжки до ставить на растяжку если растяжки не очень удобно в декоративных прудах то вот причал нас спасает он прям крепится к основе и требует растяжки чего кстати сложно на рынке я не видел производителя кто делал бы вот наподобие такой конструкции у всех поплавки и требуют растяжки ну теоретически можно сделать и растяжки во первых чтобы они были не видны потом ничто не мешает сделать якорная система крепления но они требуют определенной прочности потому что в момент пуска может быть большой рывок если сделать прочная и акронная система то можно ставить и таким путем но еще один аэратор который вот здесь есть это вот поток каскад компактный аэратор верхняя часть поплавок сама часть аэрационная ниже она под водой находится он интересен тем что он создает кольцевое течение воды вокруг себя поэтому его можно ставить относительно небольших водоемах он не размывает берега его используют часто в опять же садках где каждый садок можно опускать такое устройство вот поступает вот отсюда а как сакон над водой где уровень воды у него уровень воды когда он опускается в воду то у него вот этот поплавок он опускается она над поверхностью воды только часть вот по этой части то есть над водой видно все вот эта часть и он получается поток отправляет вниз к на дуру поток воды выходит вот отсюда стороны он может то есть забирать донную воду если мы длинем вон донную правильно заметили это одна из главных одно из главных достоинств он позволяет забирать воду со дна бедным кислородом при необходимости к нему к низу могут пристыковываться трубы для того чтобы из любой глубины добавить доставлять доставать воду подергать и аэрации вот одна из самых продаваемых моделей мы поступили к выпуску относительно недавно меньше одного года но они у нас очень неплохо пошли это стандартный аэратор а это у нас даже не рада макет у нас макет еще макет для других целей у нас используется для разработки мы сейчас разрабатываем систему очистки воды но это очень еще рано это мы весной если будет все готово весной сможем записать нет пока не надо работки ну вот аэратор поток универсал вот он так и вон он стоит готовый универсал самая ходовая модель он может работать и в режиме фонтана хорошо защищенный двигатель надежное крепление очень прочные поплавки круглогодичный режим работы а вот это у нас вот поток универсал смотрю это такой же мотор ли это так только кажется он помощнее ну причем да и тут легко отличить чем мощнее мотор чем длиннее корпус вот это самая такая работа на уже много лет делаем очень себя хорошо показывает главное достоинство способность работать и зимой и летом он боится морозов главное чтобы он был включен на концовку покажу еще раз герои нашего ролика это 13-летний аэратор который продолжает свою работу то есть мы не мы не меняли насос мотор поменяли по факту только кабель и винт винт и пойдет служить дальше ну чтож никому хочу спасибо за подробный рассказ компания салмо мы оставим описание конце ролика и друзья до новых встреч до свидания обращайтесь на будем рады помочь